Вот эти вот дома, которые вокруг нас и дальше по Елене Стасовой, появились за последние лет 10, а садик появился всего один за это время. Молодая семья Екатерины Баталовой живет в Ветлужанке. Дочке Юлий 5 лет и она ходит в частный детский сад. Место в муниципальном дале, но ехать туда 6 остановок. Мама переживает. Дома в районе новые и в каждом по нескольку сотен квартир. Если в удобный по расположению садик попасть не удалось, то как быть, когда дочка дорастет до школы? Два года в школу. Школы здесь переполнены, их тоже две что ли. И что мы будем делать со школой, я вообще не знаю, потому что отдавать первокласску в переполненный класс, ну, а зачем? Я хочу, чтобы дочь, приходя в школу, что-то оттуда брала, а не просто там сидела, потому что на нее внимание не успевают обращать. Поэтому вопрос со школой у нас сейчас стоит тут прям очень остро. Нехватка социальных объектов – проблема почти всех новых жилых комплексов. Такие сейчас появляются по всей стране и в народе их даже прозвали «человейниками» по аналогии с муравейниками. В Красноярске яркий пример – это белые росы и тихие зори. Вот, например, тихие зори. Здесь есть дома по 700, 900 и даже тысячи квартир. При этом ближайшая школа переполнена в два раза. Чтобы не допустить очередных тихих зорь, городские власти приняли новые коэффициенты интенсивности застройки. Вместо 1,7 – 1,3. Правила утвердили на последней сессии Горсовета. Что они предполагают, народным избранникам объяснила главный архитектор Красноярска Юлия Соловарова. На один гектар с коэффициентом 1,7 простая математика дает нам 17 тысяч квадратных метров. С коэффициентом 1,3 – 13 тысяч. То есть мы физически на четверть где-то, да? Да, и нагрузка в том числе. А с учетом того, что у нас изменились региональные нормы градостроительного проектирования в части количества мест для детских садов и школ, это в том числе для нас серьезно подспорье, потому что необходимо будет еще больше предоставлять мест на те же квадратные метры. Но есть нюанс. Новый коэффициент распространяется не на все участки. Для зон КРТ комплексного развития территории он останется прежним – 1,9. То есть 19 тысяч квадратных метров жилья на гектар. Депутаты говорят прямо, всю историю с изменением правил придумали как раз, чтобы заставить строителей осваивать те земли, которые хочет перестроить город. Что мы сегодня имеем в городе? Коэффициент застройки для всех территорий 1,3, для территории, которые необходимо развивать КРТ, ну это вот пример Николаевки, да, 1,9. Мы считаем, что таким образом застройщикам будет выгодно осваивать эти территории, расселять жителей, чтобы было меньше скандалов, чтобы быстрее эти территории расселялись и застраивать, так как на этих территориях они смогут больше построить жилья и, соответственно, больше заработать. По закону КРТ застройщик обязан предусмотреть место под социальные объекты и согласовать проект с мэрией и горсоветом, то есть строителям квадратные метры, а городу, школы и садики. При этом в микрорайонах по-прежнему будет много жильцов. Но даже такой сценарий нереалистичен, говорят эксперты. Вероятно, не все застройщики примут новые правила игры. Они могут продолжить осваивать пустые земли, несмотря на меньший коэффициент. Мало что изменится, а скорее всего станет хуже. То есть мы не перейдем к такому квантальному планированию и комфортной застройке с объектами социальной инфраструктуры. Мы перейдем к чистоколу свечек, который будет появляться все там же. И, по-моему, там качество постановки будет значительно ниже, поскольку застройщик будет вынужден просто экономить деньги на материалах для того, чтобы себе обеспечить наделенные финансовые и экономические эффекты. Сработают ли новые коэффициенты и станет ли наш город комфортнее, мы увидим годы спустя, когда в будущих новостройках закипит жизнь. А пока мама маленькой Юли из уже готового дома в Ветлужанке, как и тысячи других родителей, ищет варианты, как дать ребенку хотя бы школьное образование. Алена Кузнецова, Илья Сергеенко, Новости ТВК.